Друзья, всем доброе утро. Сегодняшний ролик начнется с неприятностей, которые случились у меня в Италии. Сегодня ночью нас обокрали. Украли колесо с буса, которого мы перевозили. Мы перевозим сейчас два буса с Италии в Словению. И на самой последней машине просто украли запасное колесо. Мы проснулись, ни в чем не бывало, обычное утро, все. Я начинаю входить весь автовоз и начинаю заглядывать под последнего буса. Не знаю, в чем я дернул, посмотреть запаску. Ныряю, смотрю, запаски там нет. Висит вот эта вот приблуда, которая крепит колесо, и все. Колеса там нет. В общем, друзья, это реально неприятная ситуация. Я написал менеджеру, старшему менеджеру, колонному нашему. В общем, что будет, как будет, хрен его знает. Наши на кого повесят. Как бы по факту считаю, пока я стажирую, у меня демиджи не считаются. Но считается ли за демидж, что нет вообще колеса? Было бы оно проколото, а то вообще его нет. Просто нет колеса. С нами стоит Болгарин. Обошел Болгарина, посмотрел. Болгарина, все нормально. Но у него сзади последние две рамы, ничего не снимешь. А на тягач, я думаю, они не полезут. Потому что на тягач залезть, сразу будет слышно, что кто-то лазит. Это точно. Поэтому и у нас такая же ситуация. Тоже на тягаче, как бы колесо на месте. А вот на прицепе его там нет. В общем, Санек тоже обалдел. Не поверил сначала, думал, я прикалываюсь. А кто-то приколы какие-то, емко, все выживлен. Вы уже в инстаграме, в сторисе, наверное, видели. Короче, сейчас подойду поближе, покажу вам. Что делать? Копов вызывать, я думаю, нет смысла. Потому что, ну что они скажут? Ну, разведут руки. Здесь камер нету. Ну, что ему, запишут протокол какой-нибудь. Может быть, он нужен для страхового случая. Может быть, и он не поможет. Я думаю, это не первая уже ситуация в нашей компании, когда такой происходит момент. Блин. Вообще жесть. Короче, сейчас покажу вам этого буса. Бус, который оказался самым крайним. И ему не повезло больше всех. Кроме меня, конечно. Вот и крепление висит, как ни в чем не бывало. Просто повесили, видимо, чтобы незаметно было о том, что здесь что-то произошло. Подвесили его и все. Если бы просто обошел бы, не заглядывал бы, я бы не увидел бы. Потому что вот если так смотреть, отходим. Ну, ничего. Все окей, все хорошо. Ничего не свистываем. Короче, вот болгарин стоит. Я думал, у него регистраторы какие-то есть. А он спал, говорит, нет, я ничего не слышу. Может, у него, конечно, моего колесо со спальником. Ну, мне кажется, навряд ли. Такое колесо нахрен оно надо кого. Вот оно крепится обычным образом. Просто там подпружинивается и сбоку механизм под шестигранничек. Шлепы, все, готово. На рамах вообще на этих нету. Блин, короче, трендос. Трендос. Вот так вот вставайте в Италии, блин. Вдоль дороги все оживлено. Все равно машины ездили. И похер, все равно свистнули. Так что, друзья, в принципе, умываемся. Сейчас дождусь от менеджера информации, что мы дальше делаем. Я отправил, блин, кода. Возможно, что-нибудь они попробуют намутить. Не знаю, правда, что. Ну, да ладно. Короче, настроение уже изначально сегодня подосрали, так сказать. Принкретно. Нам остается 250 километров до выгрузки в Словении. Ай, ё-моё. Вообще, такое настроение. Прямо жесть. Просто не хочется начинать даже работать. Сегодняшний день вообще не хочу даже начинать. Блин. Давайте перемотаемся. Но на вчерашний лучше мы больше проехали бы. Короче, как-то так. Ладно, друзья, что подписывайся, комментируйте, ставьте лайки. Продолжаем говорить дальше. Друзья, в общем, мы выгрузили уже две машины. Точнее, Саня выгружал. Я только направлял ЛАО, чтобы он по трапам не свалился. Аккуратнее, когда он проехал. Но заднее колесо свалилось. И прикрепляю фоточку. Вот. Пока что нас еще не осматривали. То есть, просто согнали в один ряд машины. И ждем, когда придет контролер. Говорят, парни, час-два можно потратить просто времени на обычной приемке машин. Так что мы пока сидим, ждем. Не знаю, чем все закончится. С этим колесом. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Снимать на Кладмаре нельзя, к сожалению. Хотел бы снимать, как Санек съезжает с автовоза. Но не получилось. Везде висят таблички, что съемка, фото, видео. Это обещано. Хотя они как бы на камеру на свои могут снимать. А я, например, не могу. Где демократия, ребята? Вот ладно. Что тогда? Будем сидеть в машине, ждать, пока примут тачки. Санек, кстати, пока что занимается складыванием всей установки. Ремни раскладывают. Примечаю в линии к порядку. Чтобы, ну, серьезно тасялся к этим всеми моментам. Что не нужно бросать ремни, хрен куда, потом, блин, за ней бегать. Потому что вчера с Серегой разговаривали. И Серега говорит, что сколько у меня лишних... Ну, сколько у него. Сколько у него лишней работы. Он говорит, я пока туда, пока вернусь, пока подойду, пока отойду, пока возьму, пока снова туда. И, короче, вот у него по кругу эта вот фигня происходит. И он говорит, что реально очень много лишней на работе. Очень много лишней. Так что приучаюсь, чтобы, выходя из автовоза, уже Саня начинал работать в правильном направлении. Взял, там, взял, например, ремень, там, дошел, там, с укором, туда-сюда, туда-сюда. В общем, чтобы прямо у него было все нормально. И не филонил. И чтобы он не филонил. Друзья, как будет вообще информация по поводу этого колеса, что нам там запишут в ЦМР, то дам вам знать, обязательно выйду, так сказать, в эфир. Ну, все, будем сидеть, ждать тогда. Уже прошло где-то полтора часа, как мы сидим, ждем, и никого еще так нет. Вся площадка забита. Открыты багажники в легковых машинах. Не знаю, но рядов семь. Раз, два, три, четыре, четыре. Восемь. Восемь рядов с легковыми стоят, которые даже не контролили. А вот он идет, наконец-таки, этот контроллер. Офигеть. Полтора часа. Полтора часа мы ждали, чтобы просто его увидеть. А площадки его не было. Но у нас и есть, или где, непонятно. Ух, в общем, мы тут стоим, ждем. Ничего, когда... Крюно знает. Мы пока жарим этот мучок. Будем готовить макарохи с томатой пастой. Фаршиком все это обжаривается, добавляется, смешивается. В общем, будет, типа, как баланеза, что-то такого надобиться не показывал. Я думаю, в принципе, должно ничего получиться. Свободное время. Делаем, что хотим. Готовим все, как обычно, в мульсбарочке. И сейчас я вам покажу. Здесь, друзья, у нас вот лучок уже подгорает. Сейчас вам добавить туда фаршик. Добавил уже фаршик. Перемешаем. Короче, на сегодня будет полноценный выпуск. Как мы готовим, как у нас колеса обокрали. Это вообще капец, по-моему. Готовится, пускай сейчас. Жарится, кушится. И сверху мы эту макаронную пасту вольем. Да и все будет готово, практически. А еще нужно все посадить, покерчить. В общем, приправить. Фаршик подготовился, обжарился. Движка продушился. И вливаем теперь пасту. Прям по максимуму, по максимуму, что есть. Что у нас здесь? А здесь он все тушит и готовится. Короче, скоро достаем вот эту вот подливочку такую. И будем варить макарики. Добавим это в макароны и будем обедать. Лучше, вот выезжаем с территории. Сейчас я вам расскажу, что у нас сделали. Что сделали, какое замечание. А вот впереди у нас Сережа. Пытаемся выехать. У нас тут место ограничено. Капитос. Серега, он же дежурен. Молодец. Сейчас будет заезжать. Какой-то он несчастный. Совсем улыбок нет. Я, короче, не взял эту черню. Надо брать по-любому. Да. Такая сняла, заеду и скажу. Не сяди. Не варить, не схватай. Все, там машину ждать. В общем, друзья, получается, что мы поезжаем с территории. Нам дали два дефектных листа с отметкой о том, что у нас есть повреждения, царапины. Но у нас до этого были свои дефектные листы. И как мы и делаем, мы не показываем дефектные листы на выгрузку. Так что нам сделали замечание. Но нас как бы это мало волнует, потому что у нас есть свои дефектные листы. И в принципе мы чистые. В общем, сейчас мы кушаем тогда и выдвигаемся на загрузку. Но мы туда не успеваем. Так что на этом мы заканчиваем наш выпуск. Всем удачи. Всем пока. Всем счастливо. Вижу. Субтитры сделал DimaTorzok